22 ноября 1963 года в Далласе, в результате заговора глубинного государства, острием которого было ЦРУ, погиб президент США Джон Кеннеди, смерть которого повесили на имевшего русские связи Ли Харви Освальда, почти 9 из 10 американцев. Согласно опросам, не верят в официальную версию, что Джона Кеннеди застрелил 22 ноября в Далласе, штат Техас. Ли Харви Освальд, проживший несколько лет в СССР и имевший русскую жену, которого власти объявили убийцей 35-го президента США и самого застрелили через два дня. Бывший морпех отрицал предъявленные ему обвинения, и он действительно не убивал президента. Однако пока не всплыли его связи с ЦРУ, у которого было кому этим заняться, обвиняемого нужно было быстро убрать. Шансов уцелеть у этой подсадной утки не было никаких. Нас хотят убедить, что посредственный стрелок с неудобной позиции, шестого этажа здания, где сейчас находится музей, сделал за пять секунд из винтовки, которую надо было перезаряжать, три выстрела, попал в движущуюся цель, убил президента США, тяжело ранил своими магическими пулями губернатора Техаса Джона Конноли. В то время как десятки свидетелей показали, что стрельба велась в основном спереди, что стрелков было несколько, от двух до шести, и что в толпе было еще несколько подозрительных лиц, которые координировали действия киллеров и вели съемку. Супруга губернатора тоже показала, что стреляли совсем с другой стороны, но полицейские следователи не стали ее слушать. Как и тех очевидцев, которые заявляли, что выстрелов было минимум шесть, и что стреляли с нескольких точек. Было совершенно очевидно, что не только полиция, но и секретная служба создали все условия для того, чтобы Кеннеди был убит. Почему и кто хотел убить Кеннеди? Даже удивительно, что Джону Кеннеди, первому президенту-католику, ставшему хозяином Белого дома в 43 года, удалось продержаться на своем посту в течение почти трех лет. Лишь у одного ЦРУ было несколько весомых причин избавиться от него. Например, за отказ поддержать операцию главного шпионского ведомства США в заливе свиней на Кубе по смещению Фиделя Кастро, в результате чего она провалилась. За изгнание из ЦРУ его могущественного руководителя Алина Далеса с его ближайшим окружением. За нежелание втягиваться во Вьетнамскую войну. За мягкость не только по отношению к Кубе, но и к СССР. Речь идет не только о Карибском кризисе, в котором СССР добился своей цели убрать нацеленные на него американские ракеты из Турции, но и о желании в принципе нормализовать отношения, сотрудничать в космосе. Тут и бескомпромиссная борьба с наркомафией, благодаря сотрудничеству с которой американские спецслужбы получали дополнительные финансовые средства для своих операций, а их начальство обогащалось. Президент угрожал разбить ЦРУ на тысячу кусков и развеять по ветру. За все это рыцари плаща и кинжала ненавидели Джона Кеннеди, особенно их клиенты среди антикастровской кубинской миграции и наркобаронов. У них чесались руки свести с ним счеты. Однако президент Кеннеди обидел не только ЦРУ. Он начал выпуск и намеревался расширить казначейских билетов США, бросив вызов хозяевам денег из Федеральной резервной системы ФРС, которая с 1913 года приватизировала американскую валюту. Президент ввел в экономику США, минуя ФРС, 4,3 миллиарда долларов в купюрах номиналом 2,5 долларов. Готовились к выпуску 10 и 20 долларовые банкноты. Джон Кеннеди был первым президентом, который забил тревогу в связи с тем, что промышленность США в интересах крупного капитала стала перемещаться за рубеж, что страна начинает жить в долг, а золотое обеспечение доллара становится фикцией. Он боролся с алчностью промышленников и банкиров и нажил в их лице смертельных врагов. Президент Кеннеди также сильно обидел расистов в стране, где почти что апартеид был в те годы нормой. Борясь за демократию и права человека по всему миру, в своей собственной стране многие белые американцы отказывали в них своим чернокожим согражданам. В белые учебные заведения на юге США негритянских детей приходилось отправлять под защитой армии. В июне 1963 года президент Кеннеди направил в Конгресс законопроект о широкой десегрегации и мерах против дискриминации чернокожих. Он активно помогал борцу за гражданские права негров Мартину Лютеру Кингу, убитому через несколько лет после него, который мечтал, что чернокожие станут однажды полноценными американскими гражданами. Президент Кеннеди помог ему организовать в августе 1963 года «Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу», в котором приняли участие 300 тысяч человек, и на котором Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Вместе со своим младшим братом, генпрокурором Робертом Кеннеди, тоже убитым впоследствии теми же самыми кругами, президент объявил войну организованной преступности. В результате количества обвинительных приговоров членов мафиозных группировок увеличилось на 800%. Называют, ссылаясь на свидетелей, и еще одну полуфантастическую причину того, почему президента нужно было срочно убрать. Джон Кеннеди якобы хотел именно в Техасе, где находится НАСА, огласить факт контактов правительства США с инопланетянами, объявить американцам и всему миру, что человечество не одиноко, кто был заказчиком. Разумеется, имелись люди, которые были лично и кровно заинтересованы в устранении президента Кеннеди. Таковым, в частности, был вице-президент Линдон Джонсон, сразу же занявший после гибели Кеннеди его пост. Джонсон знал, что президент намерен подыскать себе другого дублера на выборах 1964 года и что он подозревает его в коррупции. Тюремная камера – ведь менее симпатичное место, чем овальный кабинет Белого дома. Убийство Кеннеди не случайно состоялось именно в Техасе. Тот факт, что Джонсон был не только масоном высокой степени посвящения, но и техасцам, которые в целом не любили Кеннеди как янки и борца за гражданские права негров, помогло глубинному государству полностью контролировать расследование этого преступления, избавляться от нежелательных улик и свидетелей. Бедные свидетели. Так, убийца Освальда, Джек Руби, тесно связанный со спецслужбами, умирает от рака в тюрьме после того, как дал откровенное интервью журналистке, которое она не публикует. Ключевой свидетель Ли Бауэрс, видевший, как из-за ограды в Кеннеди стреляли двое мужчин, погибает в автокатастрофе. Как и таксист, подвозивший Освальда от книгохранилища домой, причем всего через неделю после трагедии. Проститутка Роу Шерами, которая провела ночь с пьяным сотрудником ЦРУ, от которого узнала, что через два дня Кеннеди будет убит, также гибнет в автокатастрофе. Оказались застреленными полицейский журналист, побывавший в доме Освальда. Многие свидетели, особенно врачи, под давлением властей быстро изменили свои показания. Так, например, Роберт Маклиланд, первым осматривавший тело Кеннеди, записал, пуля попала в горло, в затылке, выходное отверстие. Однако, побеседовав с агентами ФБР, заявил, что ошибся. Все было наоборот. Почему? Потому что по официальной версии Освальд стрелял сзади. Между тем, в момент выстрелов, его вообще не было на шестом этаже книгохранилища. Он перекусывал на первом. Есть даже фото, где он стоит внизу в толпе зевак, в окружении нескольких подозрительных типов, лица которых искусственно затемнены. Имеется также любительская кинозапись проезда президентского кортежа, на которой четко видно, что пуля, которая убила Кеннеди, прилетела спереди, так как голова президента была отброшена ею назад. Причем эта пуля в материалах дела отсутствует, так как распалась в теле президента, таинственно исчезли и взятые на экспертизу фрагменты мозга погибшего. И все из-за того, что стреляли в Кеннеди из более серьезного оружия, чем то, которое нашли на шестом этаже книгохранилища. И еще те расследователи. Таким образом, в устранении Джона Кеннеди ЦРУ опиралась на самые широкие круги американского правящего класса. Оно лишь находилось на острие заговора глубинного государства, действуя в тандеме с ФБР. Им за кампанию пришлось устранить после убийства президента свыше 60 свидетелей. В США проводились многочисленные расследования, в том числе и такие, которые на самом деле хотели установить истину. Комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрло Уоррена к числу последних, естественно, не относится. Это она объявила Освальда единственным убийцей, действовавшим иррационально. От Уоррена другого и не следовало ожидать, так как он доказал свой талант по сокрытию истины еще в ходе разбирательств насчет того, кто несет ответственность за уничтожение американского флота в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. Виновными за эту провокацию тогдашнего президента США Франклина Рузвельта и его окружение сделали местных американских военных администраторов, которых те специально держали в неведении, прекрасно зная, что задумали японцы, так как сами подтолкнули их к этому. Тем более, что в комиссию Уоррена наряду с другими очень достойными людьми входил Аллен Далес, изгнанный перед этим Кеннеди из ЦРУ. С тех пор в США ничего не изменилось. Русские связи президента Дональда Трампа, в каком-то смысле преемника Кеннеди, в том числе по сексуальным эскопадам, расследует спецпрокурор Роберт Мюллер, который во время провокации 11 сентября возглавлял ФБР, в ней активно задействованное. Правда, в 1979 году специальная комиссия Палаты представителей Конгресса США, проводившая собственное расследование, установила, что Кеннеди погиб в результате заговора. Но через три года по требованию спецслужб его результаты были отменены как некомпетентные. Кстати, досье на Освальда было уничтожено еще в 1973 году. До сих пор остаются засекреченными около трех тысяч страниц и из доклада комиссии Уоррена. Признание на смертном адре. Между тем, в 2007 году были опубликованы воспоминания бывшего агента ЦРУ Говарда Ханта, засветившегося также в уотергейтском скандале, который на смертном адре рассказал правду, заказчиком убийства Джона Кеннеди был Линдон Джонсон. Вместе с вице-президентом США его спланировал высокопоставленный сотрудник ЦРУ Корт Мейер. Непосредственно убил Кеннеди француз Люсьен Сарти, один из самых высокооплачиваемых в мире киллеров, работавший на наркобаронов. И он, естественно, стрелял спереди. Власти на это никак не отреагировали. Как ЦРУ выращивало Освальда на заклание, что касается личности Освальда, то его изначально готовили на роль козла отпущения. Это и успешная засылка в СССР, и его неудачная попытка стать своим для Костровской Кубы. Любопытно, что в Минске, где Освальд несколько лет жил, в элитном доме на улице Коммунистической, и работал на заводе имени Ленина, производившем бытовую и военно-космическую электронику, его обучал русскому языку и курировал вкупе с КГБ Станислав Шушкевич, поставивший в 1991 году свою подпись от имени Белоруссии под Беловежскими соглашениями. Освальд, которому платили в пять раз больше, чем за аналогичную работу его советским коллегам. Недолго продержался в Минске, записав в дневнике «Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет места отдыха, кроме профсоюзных танцев». С меня достаточно. Естественно, американцы с удовольствием забрали его домой, чтобы использовать в какой-нибудь антисоветской провокации, вместе с русской женой Мариной, которая жива до сих пор и лишь недавно решилась сказать правду. Ее бывший муж никого не убивал. Очень интересный вопрос, на который когда-нибудь будет дан ответ, заключается в том, а что такое СССР? Сделал или обещал сделать для США, чтобы убийцы Кеннеди не повесили его смерть на Москву? Что они могли сделать с легкостью, но чего не сделали? Неужели согласились ради этого принять участие в лунной афере США, делая вид, что американцы действительно летают на Луну? И свернув свою собственную, находившуюся в гораздо более продвинутой фазе, лунную программу. Как ЦРУ убила ключевого свидетеля? Убийство Джона Кеннеди до сих пор экзальтирует. Хотя понятно, что ЦРУ, которая играла в заговоре ведущую роль, никогда ни в чем не признается. И если надо, заткнет рот любому, кто знает об этом преступлении больше, чем нужно, даже в своих собственных рядах. Весьма показательно в этой связи судьба Георгия Де Мариншильда, выходца из России, поменявшего в Америке приставку «Фон» на «Де». Этот человек, связанный со спецслужбами и нефтяным бизнесом, был куратором и покровителем Освальда в Техасе, подыскивал ему работу, заботился о семье. Он делал это не по доброте душевной. Освальд был в общении весьма неприятной личностью, а потому, что его попросила об этом ЦРУ. 17 сентября 1976 года Георгий написал письмо директору ЦРУ Джорджу Бушу, будущему президенту США, прося своего старого знакомого о помощи, выручить из безнадежной ситуации, так как за ним и супругой везде и всюду постоянно следят, телефоны прослушиваются. Де Мариншильд кается, что сам отчасти, наверное, виноват в этом, потому что в последние три года вел себя, как последний дурак, и выдал кое-какие секреты об Освальде, и, должно быть, разозлил многих людей. Бывший агент вполне откровенно намекает, что больше такого не будет, и просит о снисхождении, но наказывать пожилого человека вроде меня и мою очень нервную и больную жену это уж слишком. Вы не могли бы сделать что-то, чтобы убрать сеть, раскинутую вокруг нас? Это будет моя последняя просьба о помощи. Я не буду вас больше беспокоить. Буш-старший ответил на это письмо. Выразив притворное сочувствие, он написал бывшему агенту ЦРУ, что, согласно проведенной проверке, в последние несколько лет федеральные ведомства не проявляют интереса к его особе, и, наверное, его преследуют сотрудники СМИ из-за возобновившегося интереса к убийству Джона Кеннеди, и он, в общем-то, сам в этом виноват. Получив такой ответ, Дэм Эриншильд угодил в психбольницу и несколько раз пытался покончить с собой, говорил окружающим, что его преследует ЦРУ и еврейская мафия, даже перебрался из Техаса в Нидерланды. В марте 1977 года он вернулся в США и взялся за старое. В интервью писателю Эдварду Эпштайну заявил, что никогда бы не сблизился с Освальдом, если бы этот контакт не санкционировал оперативник ЦРУ в Далласе, которого он назвал по имени. В тот же день с ним захотел встретиться как с ключевым свидетелем следователь спецкомитета по убийствам палаты представителей Конгресса США Геетон Фонси. Через несколько часов после этого Георгий де Морреншильд покончил жизнь самоубийством, согласно официальной версии, разумеется. Судьба брата. Значительно умнее оказался его старший брат Дмитрий фон Морреншильд, сохранивший приставку фон, но всегда считавший себя русским человеком. Он был изначально еще теснее связан с ЦРУ, начав заниматься разведкой, будучи профессором, историком-русистом в управлении стратегических служб УС, предшественники ЦРУ. Этого человека, ярого антикоммуниста, называют иногда первым рыцарем холодной войны. Дмитрий при этом любил Россию, где родился и провел юные годы, боролся с большевиками, чудом уцелел, выйдя из одиночной камеры смертников в Минской ЧК, потом оказался за границей. Вначале в Польше, затем в США Дмитрий фон Морреншильд прожил свыше 100 лет. Но только потому, что к концу 50-х годов, разобравшись, какая вокруг него грязь, стал отходить от шпионских дел и в 60-е годы окончательно перебрался в Индию, в Ашрам Шри Аурабинда в Пандичере. Дмитрий был пленен личностью сподвижницы этого великого индийского философа, Мире Альфасы, которая управляла Ашрамом и создала по соседству в 1968 году город будущего Ауравель, стал знаменитым йогом и членом руководства Ашрама. Там в 1988 году с ним встретился и имел длительную беседу. На русском языке автор этих строк. Дмитрию фон Морреншильду, с которым переписывался Ален Далес, было больно вспоминать о своем более известном благодаря Освальду и плохо кончившем брате. Ему было противно то, чем он занимался раньше, за исключением своих русских исследований. Его мысли были о йоге и далекой России. Он написал по-русски небольшую книгу «Духовная эволюция человека» помогал впоследствии всем, чем мог, первым русским обитателям Ауравили, завещав свое наследство на строительство там русского павильона. Он хотел перед смертью вернуться в Санкт-Петербург, но не успел.